Здарова, это Шамшурин, это видео называется про женский абьюз. Сейчас объясню, что это, если ты еще не знаешь, хотя наверняка ты уже в курсе. Сейчас вообще все больше и больше появляется вот этих модных терминов, психологических там, прости господи. Если раньше ты просто ссорился с девушкой, я поссорился с девушкой, то теперь ты не просто ссоришься, ты теперь абьюзер или газлайтер или там агрессор, то есть кто-то, 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 короче. Так вот, что такое, значит, есть женский абьюз, есть мужской абьюз, ну вообще, как бы я только недавно узнал, что есть женский, как выяснилось. Что это такое? То есть это когда твой партнер в браке унижает тебя, причиняет тебе боль, какой-то дискомфорт, издевается над тобой психологически или физически. И я тут недавно наткнулся прямо на видео, потом на несколько видео про женский абьюз. Потом начал смотреть, в каких-то видосах там женщина прям замахивалась вот так вот на своего мужика, в каких-то там она его публично, прилюдно оскорбляла, унижала, то есть там на какой-то вечеринке. Я видел видео, где перед детьми женщина там на мужика что-то гнала типа из серии. Вот, дети, пришел ваш папаша, там что-то какой-то такой-сякой. И, кстати, было очень много комментариев под этими видео, причем эти комментарии такие очень нелицеприятные в сторону женщин. И я даже больше скажу, что я с многими мужчинами здесь соглашусь, потому что действительно некоторые эти женщины, они достойны именно только таких, скажем, эпитетов в свой адрес. Безусловно, с ними что-то не так, и этот вопрос надо решать. Итак, я тут на что-то накидал себе, какие признаки женского абьюза вот в этом видео были. То есть автор предоставляет следующие признаки, значит, словесное унижение, обидные колкие фразы, оскорбление, наиболее простая прямая форма психологического насилия, направленные на подрыв самооценки жертвы. Жертвы, толку от тебя мало, у тебя руки не с того места растут. То есть когда женщина тебе говорит такие фразы, значит, женщина абьюзер. Ты хреновый муж, там, хреновый отец, хреновый сын, там, хреновый добытчик, то есть хреновый кто-то там. У тебя маленький, там, какой же ты тупой, жалкий, ничтожественный. То есть оскорбление. Далее. Девушка, женщина может тебя обвинять в чем-то. Она может обобщать, когда женщина говорит, всегда ты вот так делаешь, вот, вот, вечно у тебя вот это. Ты всегда так вот это. То есть как бы когда она говорит, что ты постоянно делаешь одно и то же. А ведение мужчины-конкурента так называемого, да, когда она говорит, вот, Вася-то своей жене купил шубу там, или вот, вот посмотри на сережку-то, вот мужик нормальный, то есть, а ты что? Ну, как бы она, получается, говорит, есть кто-то, кто лучше тебя, а ты кусок говна. Обесценивание. Обесценивание твоих чувств. То есть женщина-абьюзер может обесценивать чувства своего партнера. Не будь таким эмоциональным. То есть когда ты ей говоришь, мне что-то не нравится, меня что-то беспокоит, ты говоришь, да, это херня все. Все херня. То есть это все мелочи. Как будто бы ты не имеешь права беспокоиться из-за чего-то, да. Она может обесценивать его достижения. Например, говорить там, ну, тут типа особо много ума не надо. И это ты называешь это успехом. Это что такое? Это разве успех? Можно было бы и получше сделать. Шантаж отношениями, например. Когда она говорит тебе постоянно, что если ты будешь вот так себя вести, я от тебя уйду, там, грубо говоря. Еще раз такая херня будет, я тебя брошу. Или преувеличение своей роли в этих отношениях. То есть когда она говорит, что ты будешь без меня делать? Вот ты кому-то нужен без меня. Кто ты вообще без меня и так далее. То есть я богиня, а ты кусок дерьма. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все, конечно, очень печально, но у меня есть для тебя открытие года. Никакого женского абьюза не существует. А теперь смотри, прикол. Мужской абьюз, если вообще это слово можно использовать, ублюдское. Ладно, окей, пусть будет. Я допускаю. Мужчина сильнее, там, зачастую женщина от него зависит финансово. Как-то еще, допустим, женщина родила ребенка от этого мужчины недавно. То есть ребенок еще там прям грудной маленький. Ей некуда идти, она там не работает, она в декрете, она с этим ребенком. И муж какой-нибудь там дебил, я извиняюсь, да, то есть который унижает ее, оскорбляет, что-то еще там. То есть, ну, что-то у него крыша поехала. Как бы, да, это абьюз. То есть, и здесь действительно она находится в какой-то ущемленной позиции жертвы. Она не может с этим ничего сделать, и она вынуждена это терпеть. Она слабая, мужчина сильнее. Получается, что сильный в паре за счет издевательств над слабым пытается как-то повысить какое-то свое эго. Это что-то там с этим сделать. Окей, я допускаю, что мужской абьюз существует. Но когда со стороны женщины издевательства идут в сторону мужчины, который не беспомощный, не с ребенком на руках, не зависит там от этой женщины, что-то еще, то никакого, сука, женского абьюза не существует. Это факт. Есть мужчина, есть манутая женщина, и есть мужчина, который соглашается на продолжение отношений, прости господи, с этой женщиной, и который позволяет ей с собой так обращаться. То есть, вся проблема не в абьюзе, не что с женщиной, в том, что ты позволяешь ей с собой так обращаться. Все. Потому что ты сильнее, она слабее. Там еще сказано такое. То есть, может быть, публичное унижение женщины и мужчины. И, типа, в этом случае самооценка жертвы страдает еще сильнее. Какой жертвы? Просто объясни мне. Как может сильнее человек, чем другой человек, быть жертвой более слабого человека? Вы о чем? Если я вижу, когда мужчина унижает женщину, я сразу думаю, да, ты дебил конченый какой. Она слабая. Но когда я вижу, что женщина унижает мужчину, и он это терпит, у меня только одна мысль. Что ж ты, мил человек, это терпишь? Почему? За что? Ради чего? Для чего? И это выглядит так же тупо и бессмысленно, как в том известном анекдоте, когда лев, царь зверей, застрял между деревьев, и к нему подошел заяц, говорит, что лев застрял? Он говорит, да, застрял. Ну и, в общем, заяц, воспользовавшись безвыходным положением, намного, многократно более сильного существа, взял и отымел это существо. И заяц, когда подошел ко льву, у льва был только один выход. Это закрываться, уворачиваться, не знаю, сжимать себе жопу. То есть, делать все, чтобы только хоть как-то спастись и помешать. А если вас никто и ничто не удерживает, никаких деревьев, ты можешь посмотреть направо, ты можешь посмотреть налево и понимать, что только деревьев нету, ничего тебя не держит. И это значит, что? Это значит, что это не какой-то там, мать его, женский абьюз. Это значит, что ты терпишь добровольно издевательство со стороны женщины над собой и унижение, и неуважение в свой адрес. Причем, когда вы называете это женским абьюзом, это выглядит, как-то звучит, как-то угрожающе и безвыходно. Но когда ты называешь это просто унижение в мой адрес, то есть, это можно максимально легко и быстро прекратить. И почему у меня, например, у моих друзей, у каких-то там моих учеников, моих коллег, почему у них такое не случается? А только потому, что как только женщина начинала себя вести так, как меня не устраивает, то есть, как-то нарушать мои рамки, границы и так далее, я сразу же это пресекал, моментально. Все, это вот такой вот легкий навык приучить себя к тому, что как только тебе что-то не нравится, ты сразу это пресекаешь. Говорю, алло, мне это не нравится. А почему, в чем отличие? Почему я, например, могу пресекать или кто-то из моих друзей, а ты или кто-то из твоих друзей не может это пресекать? Все очень просто, потому что, сука, как всегда, история стара как мир. Нет выбора. Потому что, если бы у тебя было пять женщин, которые с тобой общаются, и ты понимаешь, что вот это не позволяет себе со мной так общаться, ну неужели ты бы не выбрал вот эту, которая не позволяет себе так общаться? То есть, неужели ты такой мазохист, что выбрал добровольно вот эту женщину, которая все-таки тобой издевается? Нет. Если бы был выбор, который ты сам себе не даешь, которому ты сам себе лишил себя этого выбора, все было бы гораздо по-другому. А поскольку у тебя только один вариант, и тебе говорят, вот, либо так, либо вообще никак, либо хрен знает, когда ты найдешь там еще. Ты вынужден соглашаться на это дерьмо. Но это не жизнь, это суррогат. А как создать этот выбор? Я приглашаю тебя на свой тренинг «Практика-перезагрузка» с 3 по 6 марта. Это принципиально обновленный практический тренинг, где будет еще больше заданий, еще больше социальной прокачки, еще больше личностного роста, психологии женщин, саппортов и так далее. То есть, все для того, чтобы за 4 дня ты смог стать мужчиной, который не будет терпеть никаких унижений ни от какой женщины, даже если это будет богиня. Ссылка под этим видео, бронируй место. И на самом деле, когда ты вынужден терпеть женский вот этот вот абьюз, прости господи, это выглядит так, как будто ты приходишь в душ, там очень много красивых, вкусно пахнущих шампуней, гелей, там мыла какого-то. И ты, вместо того, чтобы выбрать тот, который тебе больше всего приглянулся, как он пахнет, ты берешь первый попавшийся бутылек, тюбик какой-то, а это оказывается средство для чистки унитаза. И начинаешь натираться им, вот этим дерьмом химическим. Это для меня также глупо. Вместо того, чтобы выбрать то, что тебе нравится и кайфовать, ты вынужден по каким-то непонятным причинам терпеть вот это дерьмо для чистки унитаза. Практика, перезагрузка с 3 по 6 марта, ссылка здесь под видео. Приходи, я лично и мои коллеги будем тебе помогать налаживать твои общения с женщиной.